Доброе утро! Доброе утро, дорогие участники внепланового перископа. Сегодня мы поговорим про три уровня денег. Первый. Вы пашете, вы зарабатываете активным трудом. Активный труд – это колеса велосипеда. Вы сели за велосипед, начали крутить, получили денег. Достали с него, денег нет. Любые технологические инструменты, которые вы используете в данный момент в первом этапе, всего лишь ускоряют уровень ваших оборотов. Это дополнительный турбодвигатель, пересаживание на более крутые колеса, пересаживание на более крутую работу. Вы все равно торгуете за свое время. Время является самым ключевым показателем в моей системе ценностей в категории ведро ресурсов. Вы торгуете деньги и в результате получаете обмен вашего времени на ваши деньги. Очевидные вещи. Об этом писал Киосаки, об этом пишут все финансовые сотрудники. Но спросите себя, какое количество денег в вашем финансовом рационе в настоящий момент приносится активным режимом? Скорее всего, 100%. С, скажем так, лендлордами, владельцами недвижимости, владельцами каких-то вещей, которые можно сдавать в аренду, мы можем поговорить во второй части, потому что это как раз арендная часть. Вы издаете чужие ресурсы, вернее, свои ресурсы в аренду, они работают за вас. В результате вы получаете свободное время. Вот как раз я радуюсь свободному утру, в том числе с высокой степенью благодарности, потому что у меня есть уже ресурсы. В общем, третья часть, это когда вы начинаете получать совершенно неожиданные подарки в жизни. Вот вчера у меня, например, тихая радость, я получил iPhone 6 от Артема Мельника, который в качестве спасибо, как он сказал, знаешь, мы заезжали перед полетом в аэропорт за магнитиками, магнитиков не оказалось, поэтому заскочили в Apple Store, купили тебе шестой iPhone. При том, что у меня есть еще и шестой, в смысле шестой S, ну вот шесть S и шесть, теперь у меня проблема, дилемма, соответственно, за каким работать и за каким делать. Это ресурсы, которые поступают вам от людей, с которыми интересно жить и работать, с которыми не все равно, в общем-то. И самое главное, что вы можете понимать, таких людей у вас должно быть очень много. В результате вы можете понять, что не все исчисляется финансами, очень много исчисляется отношением, доверием, доверительными отношениями, временем и тем, что в результате вы получаете вот такие вот удивительные подарки судьбы, как я, например. С людьми, которые меня знают, в общем-то у нас очень серьезные доверительные отношения и это самое главное, что мне позволяет жить спокойно, уверенно, двигаться вперед. В результате рекомендации, которые я могу вам сказать в завершение нашего урока, потому что я уже приехал как раз к месту встречи, как можно скорее начинайте инвестировать все свои достижения, перенаправлять потоки в последовательно вот эти отношения во второй уровень, в третий уровень. Существуют барьеры, которые препятствуют вам в достижении финансовых целей, потому что, как правило, базовых денег не хватает на закрытие нужд из разряда поесть, поспать, потом отдохнуть, потом сделать что-то большее. Вот это что-то большее, это, соответственно, на втором уровне, на третьем уровне как можно, ну, важнее переходить качественные изменения, которые иногда очень сложно получить. И таких людей на каждом уровне все меньше и меньше. Вот мы с Артемом вчера общались очень мало для меня, например, недостаточное количество времени, и я понимаю, как мало на земле мне встречаются людей, которые достигли третьего уровня, когда они понимают, что время, которое мы там провели буквально несколько часов между самолетами из Майами в Москву, из Москвы в Алматы, и Артем вместе с семьей улетал дальше, этого недостаточно для того, чтобы закрыть все вопросы, решить, и это самый ценный ресурс, который есть. Вы можете найти меня на сайте lbugaev.ru, либо leonidbugaev.com. Я буду рад, если вы там подпишетесь, периодически я пишу текстовые заметки, которые касаются целеполагания, лидерства, достижения максимальной эффективности. Заходите, подписывайтесь, буду рад вас увидеть в числе моих активных читателей, зрителей, комментаторов в том числе.